Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Начал он с воспоминаний детства, когда 20 лет назад Суворов, находясь в Астрахане, прислал письмо его отцу, в котором он от имени Екатерины II изложил следующее. «Фельдмаршал предлагал, что, будя он по православию иметь желание с подданными своими выйти в Россию, семилостивейше будет принято высокое всероссийского двора подданство». Смысл письма Суворова предельно ясен. Екатерина II, по сути глава теократической империи, предлагала карабахским христианам переселиться в пределе России как православным. Что было бы совершенно естественным в глазах просвещенной Европы. Но к этому времени вопрос об их монофизитской христианской принадлежности, как поствы Гонзарского католикоса в России, был хорошо известен из послания императрицы Ишмиадинского католикоса Симеона. Видимо, такие мелочи не смущали отца Фридона, который обещал всеохотно выйти в Россию. И когда Екатерина пришлет туда победоносное войско российское, вторая попытка переселения в Россию под видом воссоединения православных была предпринята уже после гибели отца Фридона. Завершает прошение надежда на то, что благовеления Павла I могли послужить прочим и пример высокомонарших ваших милостей. Если вышепереведенные прошения были напрямую связаны только с личными меркантильными интересами обоих подписантов, то письмо, направленное Павлу I уже от имени Триумфириата, можно квалифицировать как некий перспективный план военной кампании России на закавказском направлении. В нем хронологически перечислены все самые значимые в русской истории лица, которые якобы широко пользовались в кавычках бескорыстными услугами предков. В составителе письма Петр I, святейший князь Потемкин, Таврический граф Потемкин, Екатерина II, граф Зубов, показательно, что относительно переписки с Екатериной Алексеевной была сделана знаковая оговорка. Дескать, имели терзновение писать и для ввязшего в том успеха по делам, коих не можно было верить, бумаги многократно отравляли от себя нарочных к пребывающему здесь преосвященному нашему архиепископу Иосипу князю Аргутинскому Долгоруку. По поводу носить по онам тем генералам, российским, коим знать об них следовало. Понятно, что донесения в устах архиепископа, который докладывал о них высшим сановникам империи, носили крайне тенденционный характер. Доканчивая преамбулу пожеланиями, чтобы Павел, завершив дела, которые задумал Петр Великий, тем самым обрел бесспорные права на логичный титул, авторы павосно обратились. Великий император, избавь беспомощных, доставь спасение погибающим за приверженность к российскому престолу, оправдай надежду уповающих на всеавгустейшее имя твое и не отринь наши моления. Далее перечислены четыре варианта дальнейшего развития событий в Закавказе, которые были удовлетворены с их точки зрения. Первое. Предлагалось принять под высокое свое покровительство и власть область Карабахскую. Второе. Ежели то ваше императорское величество по каким-то не есть причинам неблагоугодно, будет то все не унижено, просим удостоить верить нам победоносного войска вашего 12 тысяч с подкреплением к нему воинским снарядом, дабы при помощи Анага могли мы идти в памятую область нашу и вывезти оставшихся там христиан и магометаны, верных нам подданных. Переселение подданных подписантов должно было происходить под охраной русских солдат местечка Екатеринграда, на территорию, которую Павел I должен был им выделить. Земли должно было быть достаточно много, чтобы и другие армяне переселялись сюда и в кавычках умножались день ото дня под благополучную державу и ваше императорское величество. Могут вскоре составить новую, малую в России армению. Интереснейший вариант. Третий. Если оба сии прошения вашему императорскому величеству неблагоугодно будут, то по крайней мере удостойте повелеть грузинскому царю во владении его впустить лежащую землю, ныне казах, именуемую и простирающуюся до провинции Лори. Па-па. Оною нам отдать для поселения. Далее следует перечисление множества благ, которые будут под доступной России, если переселение будет происходить под охраной ее военных. На выделенных переселенцем землях очень скоро будет достигнут такой высокий уровень развития, что деловые люди к торговле склонны могут распространять торговлю до самой даже Индии в пользу общую и империи вашего императорского величества. Надо полагать, что по замыслу подписантов деловые люди будут исключительно армянами, но выгода от этого будет развивать Российскую империю. Исключительно. Четвертое. Будь же по несчастной судьбине нашей неблагоугодно, будет вашему императорскому величеству снизойти ни на которые пункты вышеосозначенных прошений наших, и тем отымеется у нас вся надежда к избавлению от ненастного иго-варваров, то упадаем к освященнейшим вашим императорского величества стопам, ожидаем судьбины, которая угодно будет вам, великому государю, решать участь нашу и пребываем в подобострастнейшем благоговении. Далее следуют подписи членов триумфериата Мелика Джимшида, Мелика Фридона и Юзбаши Мадата. С их титулованием произошел форменный консфуз. Мелики позиционировали себя владельцами территории, им не принадлежавшим. Мелик Джимшид объявил себя владельцем Шуши крепости, которую обустроил в 1752 годах. Фанах Алихан, происходивший от дизакского дживаншира из Аймака Сары Джаллы, еще дальше продвинулся в этом плане Мелик Фридон. Он объявил себя владельцем Ермидарским. Маломельцкий сведущему Кавказоведу известно, что являлись родоплеменными сообществами азербайджанцев. Как мог этнический армянин объявить себя владетелем Азербайджанского родоплеменного союза? Произвестные доли наглости и богатого воображения очень просто. Тем более, что стараниями армянских экспертов верховная власть России безоговорочно воспринимала придуманную ими мифологию за реальную историю. Мы уже воспринимали афоризм как-то, который точно воспроизводит аналогичную ситуацию. История – это правда, которая становится мифом. Миф – это правда, которая становится историей. Мы надеемся, что любознательный российский читатель внимательно изучит переводимые нами документы и сделает самостоятельный вывод. Глава 7. Реанимация индийского проекта Петра I в новых геополитических условиях совпала по времени с падением царского дома в Восточной Грузии. В первые два года своего царствования Павел I стремился несколько проориентировать акценты внешней политики России. По большей степени его интересовали европейские проблемы, связанные с формированием различных коалиций европейских монархов против Франции, где победила буржуазная революция. В этой ситуации закавказское направление представлялось императору несколько периферийно. Хотя он и поддерживал постоянные контакты как со старым царем Грузии Ираклием II, так и с новым Георгием XII, Ибрагимом Халиханом, Арабахским, другим владетелем их, вплоть до мелкопоместных меликов. Последние виделись ему в известной степени пятой колонны, которую он мог использовать в случае крайней нужды. Этим в значительной мере определился тот двойной стандарт, который вскоре стал определяющим в приоритетах политики России в регионе. В начале своего царствования Павел I не только распорядился выплачивать пенсионы некоторым меликам, которые особенно рьяно в меру возможности вредили своему сюзерену Хану Карабахскому, но и озаботился выделением мест для их очередного переселения. Мы подробно освещали все перипетии этих манипуляций. Внимательный читатель наверняка обратил внимание на то, что Павел I знал о ментальности меликов присваивать чужую собственность и особо подчеркнул сугубо временный краткосрочный характер поселения на своих казенных землях. Понятно, что последний царь Грузии не мог не откликнуться на просьбы Павла I и тоже выделил места для временного, как он считал, поселения меликов, так и пострадавших из-за безмерной любви к России. В это время Павел I на южных рубежах империи был только один. Как считали в коллегии иностранных дел России, противник Фетхали Шах, султан Османской империи Селим III, пытался нормализовать отношения с Павлом I, всячески угождая его желания. Персия же считала центральные и восточные части Закавказья сферой своих законных интересов, Поэтому Фетхали Шах ориентировал своего юного наследника Аббаса Мирзу Каджара на будущее противостояние с Россией в борьбе за этот регион. Напомним, что по традиции Каджаров его наследники престола для получения управленческого опыта при жизни Шаха становились биглербекскими Азербайджанами. Павел I надеялся, что азербайджанские ханства с севернее Аракса, тяготившие к России в купе с дружественной Восточной Грузией, создадут буферную территорию, охраняющую южные рубежи Российской империи. Все это должно было позволить ему сосредоточить свое внимание на войне с революционной Францией. В это время в Европе существовала антифранцузская коалиция Австро-Венгирской и Британской империи с Пруссией, которая пыталась вооруженным путем подавить Францию. Для коалиции все закончилось полным конфузом. Французы перешли в наступление и в июле 1798 года захватили Северную Италию и остров Мальту, то есть территорию, входившую в состав империи Капсбоков. В острове Мальта находилась резиденция католического ордена Святого Иоанна Иерусалимского, более известного как Мальтийский орден. Он в течение нескольких столетий сдержал экспансию Османской империи в Европу. Но в кампанию 1798 года молодой французский генерал Наполеон Бонапарта 12 июня занял Мальту без боя. Великий магистр бежал на континент, несмотря на то, что Бонапарт гарантировал ему незыбленность всех отличий и привилегий ордена. Понятно, что за это он был разжалован. После этого около ста влиятельнейших кавалеров ордена из Франции, Польши и Германии 27 августа 1798 года смиренно обратились с просьбой о защите в премьюте и помощи к императору Павлу Первому. Лишившись поддержки крупнейшей в то время католической державы Австро-Венгирской империи, они могли рассчитывать только на помощь России, которая оставалась единственной силой, потенциально способной противостоять французской армии. Так, после благосклонного согласия Павла Петра Первого в истории России произошла чудесная метаморфоза. Католический орден возглавил православный император и преобразовал его в некий орган, объединявший дворянство Европы. Павел Первый был провозглашен великим магистром, гроссмейстером ордена 27 октября 1798 года. Тем самым Россия примкнула к анти-наполеоновской коалиции. Любознательные читатели могут узнать много интересного об этой удивительной странице истории России, изучив исследования последних лет. Интронизация Павла Первого как великого магистра Мальтийского ордена произошла 27 ноября 1798 года. В течение нескольких месяцев по его высочайшей воле происходило следующее. Под эгидой ордена создавалось объединение дворя со всей Европы. Второе. По сути, сформировался в некотором смысле союз католического и православного мира для борьбы с безбожной революционной Францией. Как к этому процессу относились Святейший Синод Русской Православной Церкви и Оберпрокурор? Ответ на этот вопрос требует очень глубоких исследований. Рассматривались возможные создания на острове Мальта надежной базы военного флота для достижения геостратидического господства России на Средиземном море. Тем более, что в рядах императорского флота служил выдающийся адмирал Ушаков. Мы не будем подробно рассматривать все манифесты и указы Павла Первого, в которых регламентировался статус мальтийского ордена в системе таких атрибутов Верховной Власти, как государственный герб и императорский титул. Отметим только, что все резко изменилось, когда союзная Россия и Британская империя захватила остров Мальту в 1799 году. После этого, зная, что Павел Первый возложил на себя титул великого магистра ордена, Англия, оценив огромное геостратидическое значение острова, он напрочь отказался вернуть его под юрисдикцию императора России. Для Павла Первого, или, как его часто называли, царя-рыцаря, это было личным оскорблением. Антинаполеоновская коалиция с участием России мгновенно распалась. Павел отзывает воинский контингент под командованием Суворова из Италии и начинает обдумывать возможности наказания британцев за предательство. Одновременно Павел Петрович озаботился укреплением позиций России в Закавказье. Последовало воззначайшее появление от 16 апреля 1799 года о направлении в Грузию статского советника Петра Ивановича Коваленского в ранге министра. Продолжение следует.